Сегодня мы продолжаем наши беседы по проблемам инославной и сектанской духовной агрессии. И та тема, с которой мы начинаем сегодняшнюю беседу, это вопрос о крещении младенцев. В настоящее время данный вопрос, вопрос о крещении младенцев, интересен не только в плоскости православно-сектантской полемики, а ожесточенный спор по данному вопросу возник и в самой православной среде. Достаточно вспомнить полемику между архимандритом Рафаилом Карелиным и профессором Осиповым. Хотя по данному вопросу позиция архимандрита Рафаила мне ближе, но тот странный тон его дискуссий против известного православного ученого, он, конечно же, оставляет желать лучшего. Мы не можем вести полемику, братья и сестры, с кем бы то ни было, с позицией религиозной нетерпимости и неофитского фанатизма. «Писание учит нас, Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением». 1 Петра, 3 глава, 15 стих. 2 Петра, 15 стих. 2 Петра, 15 стих. Но вернемся к нашему вопросу о крещении младенцев. Отрицающее крещение младенцев настаивают на том, что любой приходящий к Господу должен осознанно веровать в Него. При этом противники детской религиозности забывают о том, что общение с Творцом есть насущная потребность всего его творения. А ребенок, братья и сестры, начинает выстраивать свои взаимоотношения с Создателем еще до своего рождения. Смотрите, что сказано в Писании. «Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138 стих 16. Нерожденные дети могут переживать и духовную радость. Так, например, Иоанн Креститель взыграл от радости в очреве своей матери Елизаветы, когда Пресвятая Дева Мария пришла в дом их. Об этом мы можем с вами прочитать Евангелие от Луки в первой главе. Известно, что при входе Господа в Иерусалим из уст младенцев и грудных детей изрекалась похвала грядущему на страдания вольные. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 21 глава, 16 стих. «Сам Господь Иисус Христос, ставивший религиозную непосредственность и простоту детей в пример взрослым, говорил, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Евангелие от Матфея, 19 глава, 14 стих. Итак, без сомнения, есть и целый ряд преимуществ для крещаемых в зрелом возрасте, но есть и свои опасности. В древней церкви в основном крестили людей сознательно и осмысленно принимавших Христа верою в свои сердца. Некоторые, как, например, равноапостольный Константин Великий, откладывали даже свое крещение на последний день своей жизни, но крестили всегда и детей, особенно детей из христианских семей. Во II веке детокрещение достигло такого распространения, что известный учитель церкви Тартулиан даже выступил против подобного обычая, что, в свою очередь, свидетельствует об его повсеместном применении. В книге «Деяний святых апостолов» говорится по данному вопросу. «Когда же крестилась она и домашнее ее?» Деяние, 16 глава, 15 стих. Или другой текст. «Крестился он и дом его». Все эти случаи подтверждают практику детокрещения. «Дом» и «Домашнее» в те времена были понятия, вмещавшие в себя и всех домочадцев, родственников и рабов с их семьями, как правило, многодетными семьями. При этом, братья и сестры, надо помнить о том, что сама практика принимать в религиозную общину младенцев уходила своими корнями еще в ветхозаветную древность. Известно, что во дни Ветхого Завета приступать к ветхозаветной пасхальной вечере Пасхи могли только члены священной общины Израиля. Сказано, «А никакой необрезанный не должен есть ее, то есть Пасху». Исход, 12 глава, 48 стих. А, как известно, обрезание совершалось на восьмой день после рождения. Обрезание преобразовывало собою само крещение. И в посланиях Павла мы находим такие слова. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещение». Послание Колоссянам, 2 глава, 11-12 стих. Естественно, что с наступлением новозаветных времен положение детей не усугубилося. Если в одни ветхозаветные они могли являться полноправными членами сообщества Божия, то тем более получают и в сами дни господства благодати над законом больше прав и преимуществ. Ибо сказано, закон дан чрез Моисея, благодать же истинно произошли чрез Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. У противников детокрещения может возникнуть вопрос. Обычно сектанты спрашивают, но как тогда понять слова из Писания, что крещение – не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести? Ответ очевиден, братья и сестры. За ребенка веруют и дают обет доброй совести взрослые. В православии так называемые крестные родители. Здесь сектанты могут возразить нам, а как один человек может веровать за другого? Но и этому есть достаточно много свидетельств из Священного Писания. Например, о сотнике, имевшего расслабленного слугу ребенка, сказано, прочитаем. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот же час. Евангелие от Матфея, 8 глава, 13 стих. Само греческое слово, переведенное у нас как слуга, в греческом языке означает мальчик, отрок и даже маленький сын, ребенок. Здесь, в случае с сотником, мы видим, что взрослый человек верует за тяжело болящего ребенка. И последний, по самой этой вере взрослого, получает избавление от жестокой болезни. Уместно теперь вспомнить и об расслабленном, принесенном на постели его друзьями. Известно, что Господь, видя веру их, исцелил болящего, так что последний встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Итак, в Священном Писании есть достаточно много примеров того, когда один человек может веровать за другого. Есть в Священном Писании более конкретные свидетельства по вопросу о детокрещении. Так, например, в книге «Деяний святых апостолов» мы находим такое свидетельство. «И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа». Книга «Деяний святых апостолов», 2 глава, 37-38 стих. Здесь, братья и сестры, когда Петр говорит о покаянии, он не говорит, чтобы покаялся каждый, все, а он говорит просто «покайтесь», имея в виду только взрослых, а не всех. Но в случае с крещением он говорит именно о всех и докрестится «каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». «Каждый» означает и взрослых, и детей. Причина очевидна – все под грехом. И само крещение и совершается для прощения грехов. Здесь обычно сектанты возражают, мол, дети безгрешны. Но они и тут неправы. Братья и сестры, Писание учит нас о человеке, что он в беззаконии зачат, и во грехе рождает его мать его. Об этом можем прочитать в Псалме 50 стих 7. А в книге «Исход» сказано «Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Исход 20 глава 5 стих. В целом, надо заметить, братья и сестры, что человек становится грешником не взрослея, а с момента своего зачатия. Ибо от одной крови падшего Адама и произошел весь род человеческий. И мы грех именно наследуем по самому факту своего рождения. И только кровь Христа избавляет нас от власти греха и приобщает сего спасения во Христе и со Христом. И приобщиться этого спасения ребенок может только через крещение. Младенец не может ни каяться, ни молиться, ни просвещаться через познание Слова Божия. Посему крещение для Него – единственная возможность приобщиться к благодати спасения во Христе и со Христом. И хотя, как я говорил ранее, мы и видим некоторые преимущества сознательного крещения. Об этом говорят не только некоторые современные православные богословы, но мы можем и у святых отцов найти тому подтверждение. Но риск, братья и сестры, риск слишком велик, ведь ребенок может и не дожить до сознательной взрослой жизни. И здесь вывод очевиден. Крещение младенцев – есть акт и целесообразный, и не противоречащий библейским представлениям о праве каждого на спасительную благодать, немощная врачующую и оскудевающую восполняющую. С другой стороны, братья и сестры, само взрослое крещение ничего окончательно не решает. О крещенном Симоне Волхве вскоре после самого его крещения апостол Петр сказал «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Деяние, 8 глава, 23 стих. Без сомнения, братья и сестры, когда Волх Симон крестился, он получил прощение грехов, содеянных до крещения. Но, не воспользовавшись Сим поистине чудесным очищением, снова в сердце своем склонился ко греху. После чего, облеченный в этом Петром, апостолом, стал умолять святых апостолов помолиться за него. Как известно, что наиболее последовательными противниками крещения младенцев являются баптисты. Но недавно ими был издан достаточно объемный и подробный словарь теологического богословия, где в разделе «О крещении» они вынуждены были признать, что крещение младенцев не противоречит библейским принципам. Здесь не приходится говорить о лютеранах, кальвинистах и англиканах. Как известно, классические протестантские течения всегда признавали детокрещение. И, следовательно, полный отказ от крещения младенцев как церковной устоявшейся практики – это достаточно новое явление в жизни христианства. Но вернемся к тексту из Деяний, 2 глава. После того, как апостол Петр призвал взрослых к покаянию, а взрослых и детей к окрещению, он же добавил. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим» – 1 глава, 39 стих. Здесь уже конкретно говорится и о детях в контексте вопроса о необходимости крещения. Крещение именно для каждого.